Этот буфет дал шанс семье Лапко выжить в блокаду. Мама Евгении происходила из крестьян и приучена была делать запасы. Тут хранили синие головы сахара и горох, а неприспособленная интеллигенция умирала. Когда поняли, что блокада надолго, стали пробираться в пригороды Ленинграда, охотиться за хряпой, кочерыжками капусты, оставшимися в земле. Спасительный буфет после войны, как член семьи, переехал в Ростов. А когда начались долгие осадные годы, Евгении было 18. Еще не скульптор, как сегодня, но уже будущий живописец. У меня было масло, 200 грамм, пузыречек, льняное. А я до этого ходила в детскую художественную школу. И мы начали писать маслом. И преподаватель сказал, что нужно масло льняное. Вот. И его отбелить. Поставила это масло на солнце. И оно стояло. Вот война началась, оно уже стояло. Но еще не отбеленное. А потом, значит, мы с Надеждой, с сестричкой, решили, ну что, война, какая художественная школа. Пошли продадим 200 грамм. Вот, это масло. Надька была худая и вшивая. Ой. Это Ленин, в честь которого и назван город, говорил, хлеб голодным. А в блокаду, если хлеб по карточке не получали сегодня, то завтра карточка уже недействительна. А как ее отоварить, если магазин пуст? В свои 85 блокадница Евгения Федоровна не очень любит готовить обеды. И в этом смысле называет себя нахлебницей. Вообще же в отношении, будь то хлеб или любые другие продукты, спасибо, не очень привередливо. Но, отправляясь в мастерскую, обязательно покупает булочку, сладкую, издобную. Но страшнее голода были бомбардировки. Евгению Федоровну сейчас разбуди, и она сразу скажет, какой звук, когда наш квадрат бомбят, а какой, когда мимо. Она выжила, но война ее настигла в мирное время, в творчестве. Ростовчане знают Евгению Лобко. Памятник в Кумжинской роще, посвященный освобождению Ростова, мемориал Змеевской балки, памятный знак 5-му Донскому корпусу – это все ее скульптурных рук дело. И это не душевное пристрастие. Скульпторы, как правило, работают под заказ. У нашего государства политика была такая, чтобы помнили. Галина Пилипенко, Олег Хачкинаев, Вести Дон.